Здравствуйте! Медицинская наука утверждает, что у 80% детей в течение первых трех лет жизни хоть один раз, но случается отит. Так что нам есть о чем поговорить. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об отите. Дорогая Луиза Васильевна, как вас эта напасть обошла или нет? Нет, о чем вы говорите? Я профессор. Я профессор. Я вот это сам удивляюсь. Как может быть напасть, которая вас не обошла? Мы четыре раза болели. Отлично. Вы знаете, действительно, огромное количество взрослых дяди-теть, которые стали мамами и папами, продолжают жить по заветам бабушек и уверены в том, что шапки с накрытиями для ушей и являются главным средством профилактики отита. Но иногда все-таки ходят к врачам, чтобы узнать о других средствах, возможно, более эффективных. Кстати, у вас на приеме был Вячеслав Узелков с женой Мариной и сыном Робертом. Давайте посмотрим. Давай. Ну, он не плакал вообще абсолютно. Мы заметили, что он такой терпеливый к боли. А потом как-то вот так вот все время к ушку он прикасался-прикасался ручкой. Я прочитала и смотрела некоторые передачи, где показывали, что нужно здесь нажать ребенка. И если он на это реагирует, если ему больно, то он, соответственно, сразу же покажет. Хорошо. И тогда есть предложение взять его на руки и показать всем, куда надо давить. Прежде всего, вот эта вот штука, которая, выступ, называется словом «козелок». Вот она, она есть у любого человека. И обычно при остром отите, когда мы надавливаем на козелок, возникает острая боль. Вот повернись к камере, вот сюда вот. И ребенок реагирует. А ваш хочет при этом взять машину. Поэтому острого отита у него 100% нет. А здесь еще, я насколько знаю, что тоже давит. Ну, это, как правило, не показатель. Вот, кроме этого, мы можем посмотреть ухо. Да, с помощью замечательного. Ничего. Тебе доктор сейчас выключает твою батарейку, понял? Просто вот интересно, как лечить его. Есть такой народный метод. Орех выдавливает орех, капельку грецкого ореха. Орех подогревает, масло подогревает. Мы рассказывали. Для начала лечение отита с помощью ореха – это реализация классического ментального принципа «треба шось работы». И самое главное, что мы должны знать, это правило, как работает ухо. Вот есть барабанная перепонка. На эту барабанную перепонку давит воздух со стороны, с наружной стороны, то есть со стороны уха. И давит воздух с внутренней стороны, со стороны носа. То есть между полостью носа и полостью уха. Есть особая трубочка, которая называется слуховая труба. И вот если эта слуховая труба перестанет работать, то есть когда она перестает работать? Она перестает работать, когда у ребенка есть сопли. И ребенок делает это так вот. И эти сопли попадают в эту трубу. Или когда мама берет за ребенке нос. А ну, мама, возьми за ребенке нос. Ну, к счастью, Роберт не понимает слова «дуй». Но когда мама закрыла ребенку нос и говорит «дуй», и ребенок что делает? Дует. А мама кричит «сильнее дуй, сильнее дуй». Он врать в нос и сам в дути. И тогда, естественно, что происходит? Тогда вот это сопли попадают в эту трубу. И труба перекрывается, и в ухе изменяется давление, и там начинается острая боль. Вот это и есть начало отита. А поскольку дети, во-первых, чаще болеют простудными, то есть вирусными инфекциями, то у детей отиты намного чаще, чем у взрослых. Опять-таки дети намного чаще плачут. Спасибо большое. А когда ребенок плачет, он шмыгает носом. В-третьих, у детей вот эта слуховая труба, конечно же, намного уже, чем у взрослых. Поэтому, как вы понимаете, с помощью масла, закапанного куда-либо, мы с этими соплями в трубе ничего сделать не можем. Не можем. Но есть такое очень распространенное лекарство, которое называется сосудосуживающие капли. Если мы их закапаем в нос, они уменьшают видятек не только слизистой оболочки носа, но и слизистой оболочки слуховой трубы. Поэтому, если мы, как только заболит ухо, вовремя закапаем сосудосуживающие капли, у нас есть шансы, что мы уберем отек трубы, и отит не разовьется. Поэтому мы сразу даем всем совет. Первое. В каждом доме все-таки должны быть сосудосуживающие капли в специальные детские формы. Ну, например, потому что вот такому ребенку нельзя использовать сосудосуживающие капли в виде спрея. Это должны быть именно капельки, понимаете? Второе. Есть огромное количество и капель, и народных способов лечения, заключающихся в том, что что-то обязательно надо капать в ухо. Действительно, есть куча лекарств, которых капают в ухо. Они же были в таком игре, и потом камфорное масло. Да, да, да. Но вот тут есть одна очень серьезная проблема. Дело в том, что при отитах очень часто повреждается барабанная перепонка. То есть, если барабанная перепонка не повреждена, то в ухо можно закапать практически что угодно. Но если она повреждена, то то, что мы закапаем в ухо, оно попадет в полость уха и может привести к очень серьезным проблемам. Поэтому во всем цивилизованном мире принято так, до того, до того, как доктор посмотрит в ухо и скажет, целая барабанная перепонка или нет, не надо в ухо ничего капать. Беда теперь уже нашей страны состоит в том, что в нашей стране великой чести заглянуть в ухо удостоен только особый специалист, который называется врач-отолеринголог. Понимаете? Вот приходит участковый педиатр к вам в дом, и он не может ответить на вопрос, целая барабанная перепонка или нет. Почему? Потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо всего-навсего каждому участковому педиатру дать вот такую вот штучку. И мы сейчас не рекламируем производителей вот этих штучек. Мы просто говорим о том, что есть отоскоп, элементарный прибор, с помощью которого любой доктор может заглянуть в ухо и сказать, целая барабанная перепонка или нет. И тогда эти тысячи мам, которые будут ходить по поликлиникам, смогут не ходить, а остаться дома и спокойно лечить. И таким образом мы уменьшим очереди в поликлиниках. И все это, все это будет просто замечательно. А вопрос, а если, допустим, уже у ребенка температура большая и действительно он не может пройти отит и температуру уже поднял, что им делать? Ну, конечно же, при лечении отита в обязательном порядке используются обезболивающие, жаропонижающие препараты. Но ухо не греть ничем. Нет, ухо не греть. Вот ухо не греть. Потому что если в ухе гной, а вы его начнете греть, так будет намного хуже. Мы просто не трогаем. Нет, не трогаем. Вот не трогаем. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе.